Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Добрый вечер в эфире телеканала Жумабеков. Практически обновляется новыми данными. Но сегодня, к нашей большой радости, число заболевших в Алматинской области не увеличилось. Как сообщает Минздрав и пресс-служба Акима области, в регионе 8 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие находятся в стационарах. Выявлены контактные лица и взяты под карантин. В Казахстане усилили меры по профилактике и недопущению распространения коронавируса. Помимо Нурсултана и Алматы, на карантин уже закрыли Актау, Атрау, Карагандей, Темиртау, Шахтинск и Сарань. Учитывая сложившуюся ситуацию в стране, глава Алматинской области Амандык Баталов поручил усилить ограничительные меры в регионе. О проводимой профилактической работе в области расскажет Дамир Анитов. На часах ровно 00. 31 марта. А это значит поручение Аким Алматинской области об усилении мер по противодействию опасному вирусу COVID-19 вступил в силу. Так в регионе начали работу дополнительные санитарные посты. Они установлены во всех районах и городах Алматинской области. Особое внимание уделено границам с Шижамбылской и Восточно-Казахстанской областей. Всего в регионе установлены 27 дополнительных санитарных постов. Они начали работу с 00.31 марта. Пункты расположены на трассах республиканского и областного значения. А это Алматы-Талдыкурган, Талдыкурган-Ускаменогорск, а также Сар-Озик-Жаркен. Установлены отныне специальные пункты пропуска и на всех въездах в районы. С учетом ранее действующих, теперь в области круглосуточно работают 47 санпостов. Всем прибывшим проводят термометрию, проводят анкетирование для дальнейшего меднаблюдения. Следует отметить, что эти санитарные посты это не блокпосты, где ограничен въезд, запрет на въезд. Это санитарные посты с целью выявления, как я уже говорила, в целях профилактики коронавирусной инфекции. Дезинфекционные мероприятия проводятся в общественном транспорте, в скверах, парках. Это силами уже предприятия, коммунального предприятия Курьки-Иту, а также здесь же задействованы военные случаи. Где-то около 150 человек проводят согласно графику, то есть с трех часов ночи по графику проводят в каждом районе отдельно. В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции с 31 марта в Алматинской области начали действовать еще ряд ограничительных мер. Отныне временно приостановлена работа объектов малого и среднего бизнеса, в том числе СТО, автомоек, салонов красоты, интернет-клубов, кафе и ресторанов. Последние будут работать только на вынос. Запрет не распространяется на предприятия, связанных с производством продуктов питания, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Они продолжат работу с усилением дезинфекционных мер. Частично ограничили работу финансовых структур. Согласно последнего постановления главного санитарного врача Алматинской области, все субъекты малого и среднего бизнеса будут приостановлены, кроме производственных предприятий, которые выпускают продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной защиты, средства дезинфекционных мер защиты. Работать будут крупные производственные предприятия, но с усиленным дезинфекционным режимом. Продуктовые магазины и аптеки работают с 8 утра и до 8 вечера. Банки второго уровня, почтовые связи и нотариусы, они работают с 10 утра и до 4 вечера. Карантина нет, отмечают в Акимате. Однако необоснованные передвижения без острой надобности под запретом. Особенно для лиц старшего поколения. Тем, кому за 65 и вовсе запрещается выходить из дома. За исключением аптеки и продовольственных магазинов. Следить за этим будет полиция. Кстати, спешить за продуктами на базары теперь не стоит. Их повсеместно закроют. Маски при выходе на улицу обязательны. Нельзя просто гулять и всем остальным. На посещение мест массового скопления населения, в том числе парков, скверов, набережных, спортивных площадок и даже придомовых детских площадок наложено строгое вето. Непривычная картина. Детские площадки всегда заполнены веселыми и играющими детьми. Сегодня пустуют. Территория ограждена детям. Играть на территории детских площадок запрещено. Более того, выходить без сопровождения родителей несовершеннолетним детям также запрещается. Связано это с тем, что в стране ввели усиленные меры по противодействию опасному вирусу COVID-19 или более известному в народу как коронавирус. На данный момент на территории Алматинской области, включая город Талдыкурган, карантинный режим не введен. У нас только усиленный безопасный режим введен. То есть есть ограничения по передвижению как личного автотранспорта, так и людей. Лицам старше 65 лет категорически запрещается посещать общественные места и так далее. Нарушение условия режима чрезвычайного положения согласно Кодексу об административных правонарушениях применяется статья 476. Это штраф в виде 10-ти месячных расчетных показателей и даже до 15 суток ареста, административного ареста. Принятые меры по усилению ограничивают и передвижение личного транспорта по территории области, в том числе и с карантинной зоны. Исключение делается лишь для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность региона. Всем остальным настоятельно рекомендуют сидеть дома и даже не мыслить, как бы незаметно посетить родственников в соседнем ауле. Впрочем, это теперь и не удастся. Кроме аэропортов, временно прекратили свою работу все автовокзалы и автостанции региона. Также под запретом и частный извоз. В Талдыкургане движение транзитного транспорта всех видов будет осуществляться исключительно по объездной дороге. С этой целью в областном центре будут установлены еще 8 дополнительных постов. Об этом видеообращении к жителям Талдыкургана сообщил Аким Галамжан Абдраимов. Также градоначальник сообщил, что въезд авто, прибывающим из близлежащих и других районов Алматинской области, будет разрешаться только при острой необходимости. Поэтому приезжать в гости, на прогулку или в магазины жителям других регионов не стоит. Они будут возвращены обратно. И тем более, что все развлекательные и торговые учреждения закрыты. Рассказал Галамжан Абдраимов и о том, как будут функционировать социальные и предпринимательские объекты. В целях усиления мер безопасности с 24.00 часов 31 марта в ночь на 1 апреля текущего года на период чрезвычайного положения введены дополнительные ограничения. Приостановлена работа аэропорта, городских автостанций и автовокзалов. Междугородные автобусные сообщения, кроме официальных служб такси. Запрещена работа торговых центров, непродовольственного назначения, бизнес-центров, интернет- и компьютерных клубов, игорных заведений, рынков, проведения ярмарок, уличная торговля. Приостановлена работа детских дошкольных учреждений, независимо от форм собственности. Запрещено посещение мест массового скопления населения парков, скверов, набережных, спортивных и придомовых детских площадок с установкой полицейских постов. Временно закрыты объекты религиозного назначения, мечети, церкви. К новостям республики. Бесплатным жильем в гостиницах, а также транспортом обеспечат врачей в Нур-Султане. Такую информацию озвучил заместитель Акима города Бахтиар Макен в прямом эфире во время пресс-конференции. По его словам, это необходимая и своевременная мера. В это трудное время медперсонал осуществляет большую работу по спасению людей. Целые сутки без отдыха они продолжают работать во благо народа. Помимо этого рассматриваются и другие меры по созданию условий для врачей. Наряду с этим Бахтиар Макен отметил, что городская поликлиника номер два переходит на круглосуточные режимы работы. В ней организована обсервационная поликлиника для приема пациентов в СОРВИ. Мы должны поддержать медицинский персонал столицы, да и всех врачей страны и мира. Именно благодаря их неустанному труду нам удается противостоять ужасному вирусу COVID-19. Как всем известно, наибольшее количество зараженных именно у нас. Поэтому мы должны создать для наших врачей все условия, чтобы они могли комфортно выполнять свою работу. С первого апреля, то есть уже завтра, в школах страны будут проводить пробные дистанционные уроки. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК. Главный педагог страны подробно рассказал о дистанционном обучении, вводимых в школах, колледжах и вузах Казахстана. Мы должны подготовиться к началу четвертой четверти, поэтому уже в среду мы будем проводить пробные уроки. Мы уже сказали всем нашим коллегам, что в среду все школы должны провести пробные уроки. Главная цель – это подготовка для того, чтобы они смогли наладить связь, протестировать оборудование, посмотреть и ознакомиться с тем, как работает эта система. И в четверг у нас будет по республике родительское собрание. Там наша задача – объяснить родителям, как будет организовываться дистанционное обучение, какая помощь требуется от родителей и вообще объяснить, как будет проходить у нас образовательный процесс. И в пятницу мы планируем провести также по всей стране через интернет-связь, через другие системы. Также мы планируем организовать классные часы. Дистанционное обучение – новшество в образовательном процессе. С такой функцией школьники, да и учителя еще не сталкивались. Потому к этому процессу нужно подойти с большой ответственностью. И допускать ошибок в внедрении нового механизма нельзя. Еще раз напомнил министр образования. Конечно, проблемные вопросы имеются, мы их не скрываем. Мы знаем, мы над ними работаем и также дальше будем продолжать. И здесь я хотел бы сказать, что очень большая роль сейчас будет отводиться участию родителей. Поэтому я хотел бы попросить всех родителей запастись терпением, отнестись пониманием к тому, как будет организован этот учебный процесс. Это происходит в целом во всем мире. Я думаю, что в итоге, когда мы полностью выйдем из этой ситуации, сфера образования, в целом система образования, от этого будет только выигрыши. Как известно, ранее 16 марта все педагоги и учащиеся школ вышли на каникулы. А студенты из среднеспециальных учебных заведений и вузов обучаются в дистанционном режиме. Проблем с этим не возникло. В ЖИГУ имени Ильяса Жанцегорова сейчас на дистанционное обучение перешли порядка 5000 студентов. Эксцессов в работе нет, признаются педагоги. Университет уже с 2011 года работает по дистанционной образовательной технологии. Поэтому в университете уже была предусмотрена возможность работы в мобильных приложениях. Наша система доступна с сотовых телефонов. Как таковых жалоб на сегодняшний день не было. Мы сейчас стали работать в программе Zoom, которая позволяет нашим студентам в онлайн-режиме участвовать в вебинарах, различных конференциях. Преподаватели, согласно расписанию, которые тоже находятся на сайте нашего университета, именно в этой обучающей платформе образовательной, выходят на связь с преподавателями. Проблем, как бы таковых, еще не было. По словам министра, в вузах и колледжах ведется мониторинг посещаемости студентов и учащихся. Для этого создана специальная платформа. Рассказал главный педагог страны и о нашумевшем вопросе по сокращению заработной платы учителей. По его словам, эта информация является фейковой. И педагоги разных уровней продолжат получать зарплату в прежнем объеме. В связи с тем, что многие школы переходят и перейдут сейчас на дистанционное обучение, колледжи перешли, вузы перешли, при этом снижения заработных плат быть не должно. Почему? Потому что необходимый объем выполненных работ выполняется нашими коллегами. Поэтому по часам, по надбавкам мы это написали в приказе министра образования и науки, снижения заработной платы быть не должно. То же самое и по стипендиям. Есть постановление правительства, которое регламентирует эту сферу. И у нас стипендии начисляются только по итогам весенних и зимних сессий. В дошкольных учреждениях страны, где нет режима чрезвычайного положения, посещение свободное. И детские сады продолжают свою работу. Хотя посещаемость в них всего 5%. Однако, если режим ЧП будет введен и в них, все детсады в Казахстане. Независимо от формы собственности, будут вынуждены остановить свою работу. Азадж Маханов, телекомпания ЖТСО, при поддержке службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Об этом заявили в Союзе нефтесервисных компаний. Если последние два года черное золото приносило нашей казне более 1 триллиона тенге, то из-за пандемии коронавируса поступления сократились. Причина также кроется в падении спроса сырья во всем мире. Если баррель нефти будет стоить 25 долларов, то экспортная таможенная пошлина и поступления от нефтяных компаний сравняются с нулем. Ну а при сохранении действующих цен дефицит казахстанского бюджета может составить 1,2% от ВВП. В период карантина сеть самых крупных торгово-развлекательных центров Казахстана ежемесячно будет терять около полутора миллиардов тенге. При этом около 400 миллионов из этой суммы уходит на заработную плату сотрудникам. Если чрезвычайное положение продлится еще дольше, то компаниям придется обращаться в банки и оформлять займы. Эти деньги пойдут не только на выплату окладов. У каждого ТРЦ есть коммунальные платежи и долги по кредитам. Акцию Безбергемос поддержали и члены правящей партии страны. Сотрудники Нур-Отана совместно с волонтерами региона минувшей ночью организовали горячее питание для специалистов, дежурящих на санитарных постах областного центра. Напомним, на всей территории области добровольцы региона три раза в день продолжают по очереди привозить дежурным горячий чай, продукты и все необходимое. Отметим по инициативе членов главной партии страны с момента введения режима ЧП в Казахстане. Они обеспечили продуктовыми корзинами более 800 нуждающихся семей региона. И эта акция найдет свое продолжение в будущем, заверяют они. Именно от этих людей сейчас зависит нераспространение той напасти, которая обрушилась на весь мир. Они круглосуточно дежурят и работают прежде всего ради каждого из нас. А мы, в свою очередь, должны им помогать. В нашей стране очень много небезразличных, добродушных и отзывчивых людей. Наше единство есть наша сила. Это мы доказываем каждый раз. Целую фору средств индивидуальной защиты пожертвовали предприниматели областного центра на борьбу с коронавирусом. Передано порядка тысячи литров дезинфицирующих средств. 10 тысяч масок, 3 тысячи резиновых перчаток и более 500 защитных одноразовых костюмов. Все эти средства пойдут в тыл по борьбе с коронавирусом. В том числе на блок и санпосты, в медучреждения и предприятия с большим скоплением людей. Весь этот инвентарь необходим, заверяют специалисты, так как Алматинская область переходит на усиленный режим. На сегодняшний день вопрос о нехватке данных средств. И я считаю, что на сегодняшний день это гражданский долг, даже более то и социальная ответственность. Можно сказать, любого гражданина на сегодняшний день, пожелающего на территории Казахстана, на территории нашей родной области. Сегодня была оказана спонсорская помощь нашими меценатами, предпринимателями для нашего города. Она упадет во благо... Значит, у нас вокруг города сейчас были усиленные меры борьбы против коронавирусной инфекции. Поэтому на блокпосты, там находятся наши медицинские работники, полицейские и специалисты санитарно-педагогической службы. Поэтому хотелось бы еще раз поблагодарить наших вот таких граждан, выходцев из города Талу-Гургана, которые в такое трудное время очень сильно помогают своим же землякам вот такой помощью. В китайском городе Ухань наиболее пострадавшим от вспышки эпидемии коронавируса жизнь возвращается в нормальное русло. Постепенно возобновляют работу общественный транспорт, открываются супермаркеты. К торговому центру Плаза очередь растянулась на сотни метров. Люди стараются соблюдать безопасную дистанцию. Многие носят маски. В минувшие дни в Ухане, как утверждают местные власти, не было зарегистрировано ни одного нового подтвержденного случая заражения COVID-19. Вместе с тем, как заявил председатель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность распространения эпидемии в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за числа завезенных случаев коронавируса. Их более 700. По данным ведомства, с начала пандемии коронавируса в Китае выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тысяч. Официальный показатель смертности от заболевания в КНР – 4%. В австрийском городе Форальберг решили сдавать шнапс на переработку и делать из крепкого алкоголя дезинфицирующее средство. Как и во многих других странах, в Австрии с началом пандемии такие флакончики почти исчезли из продажи. Местный футбольный клуб и местная винокурня призвали сограждан жертвовать полные бутылки на борьбу с инфекцией. По словам технологов, любой крепкий алкоголь, будь то джин, водка или домашние настойки – отличное сырье для создания антисептика. Полученное в результате несложного процесса средство пахнет не то чтобы привлекательно, но успешно справляется с задачей. Раздавать гражданам, кстати, его будут бесплатно. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание, до свидания и оставайтесь дома. Субтитры создавал DimaTorzok